Друзья, всем большой привет из Павлодара. Меня зовут Ирина. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Если вы здесь первый раз, то не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сегодня мы с вами поговорим о моих работах за октябрь месяц, готовых работах. Это, конечно, громко сказано. Вот всё, что перед вами, собственно говоря, это итог моего месяца. И покажу, что я планирую вязать дальше. Вот, а решила снять такое видео для того, чтобы как бы закрыть месяц и уже просто всё находится в такой активной эксплуатации, что не знаю, в каком виде будет даже через месяц. В общем, давайте начнём по порядку. Первое. Я связала вот такую корзинку. Это у меня распущен был снуд. Здесь у меня пряжа джинсты от Ярнарта в 4 нити. Видите? Корзинка вот такая. Вот. Сейчас я поверну. Да, вот такая вот у неё. Даже не вылазит высота. Но мне нравится она вот в таком вот именно виде. Она так у нас и стоит. В ней мы храним игрушки ребёнка. И я хотела... Я даже на самом деле не измеряла, какого диаметра у меня дно. Так, оно тут повалилось немножко. Сейчас посмотрим. Так, ну 27 сантиметров где-то дно. И если вот так, как мы её используем, то высота здесь 13 сантиметров. Вот такая вот корзинка получилась. Я вязала крючком номер 6,5. Просто обычными... Дно связано столбиками с накидом, а всё остальное связано столбиками без накида. Вязалась довольно, ну, как сказать, такими толстыми нитками, да, в 4 сложения получается толстая нить и не скрученная. Не очень там, как бы, и комфортно прям вязать, но комфортнее даже, чем вот... Я сейчас покажу из трикотажной пряжи корзинку. Если бы... Единственное, что всё-таки из трикотажной пряжи корзинка, она более устойчивая здесь, да. А если вот брать её вот прям в таком разложенном виде, да, то она довольно мягкая. Такой жёсткости у стенок нет. У нитка получилась всё равно как бы тоньше, да, чем вот просто трикотажная нитка была бы. Но зато у меня использованы остатки, вернее, не остатки, а пряжа, которая изделие лежала, я им не пользовалась, не носила его. А сейчас вот мы отлично складываем сюда игрушки, и они стоят. Так просто берём и переносим туда, куда нужно нам. Следующая это вот такая корзинка с трикотажной пряжей. Эта пряжа лежала... Здесь один моточек, она лежала у меня чуть больше даже двух лет. Я всё никак не могла из неё ничего связать. Вернее, я покупала её именно связать корзинку, но пробовала крючком 6,5, который у меня был самый большой. Меня не устроило, как получается. И вот я наконец-то купила большой крючок. Решила, что пора уже всё-таки её использовать. Здесь я вязала... Может быть, поэтому ещё и получилась более такая плотная она, чем, например, вот из пряжи Ярнарджин в 4 сложения. Но в 4 сложения вязать в раскол было вообще нереально. Поэтому там я вязала просто столбиками без накида. Здесь я вязала техникой в раскол. То есть вот такие галочки у нас получаются. И давайте посмотрим параметры тоже корзинки. Честно, я что-то даже не замеряла. Значит, дно у нас 7 сантиметров. И высота корзинки получается 13 сантиметров. Она такая устойчивая более, да, уже по сравнению с той. И сейчас это у меня такая проектная корзинка. Я сюда ложу то, что сейчас вяжу, складываю. И как бы мне удобно. И безумно рада, что я связала её. Но вязать в ближайшее время точность трикотажной пряжи я не хочу. Наверное, когда я забуду уже через какое-то определенное количество лет, как это неудобно. И мне некомфортно вязать из этой пряжи. Даже крючком номер 10. Вот я вязала в 4 сложения из пряжи Ярнарджин. У меня так не расслаивалась нитка, как вот эта вот трикотажная вот эта полоска, да, получается. У меня постоянно цеплялся почему-то за неё крючок. Вот не могу понять. Как бы то я не могла ввести крючок туда, куда мне нужно, мешала именно вот эта полоска. То я не могла вытянуть, тоже цеплялась. Ну, в общем, как-то не моё это трикотажная пряжа. Поэтому вот связала такую корзинку. Мне она нравится, кстати. И, слава богу, нитки использованы, не лежат, скажем так, грузом у меня. Ну, и ещё две буквально работки, которые были связаны. Значит, по таким мышатам есть мастер-класс на канале. Следующий год у нас будет. Это символ следующего года, да. И я связала сначала одного вот такого вот мышонка. Это у меня пряжа Ярнарт Джинс. Здесь в одно сложение крючок номер три. Он получился высотой 10 сантиметров. Такой малыш совсем. Не без изъянов, скажем сразу. На первой игрушке всегда у меня видны какие-то огрехи. Вот поэтому я вяжу сначала одну игрушку. И только потом, если я хочу снять мастер-класс, снимаю мастер-класс при вязании другой игрушки. Ну, а здесь я уже вязала пряжа Ярнарт Джинс в два сложения. И высота у мышонка получилась 14 сантиметров. Подробный мастер-класс есть. Я оставлю ссылочку в подсказках. Можете пройти и посмотреть, если вы хотите связать что-то подобное к Новому году. Вот, это все, что я связала за октябрь месяц, по сути. Но для меня даже это как бы такой хороший, что ли, скажем, прогресс даже. Вот, это то, что я связала. Мышат я планирую еще вязать к Новому году. И сейчас покажу, что вяжу. Значит, здесь у меня пряжа Ализе Ланаголд 800. В два сложения нити я вяжу. Вяжу джемпер. Связала резинку. И вот сейчас навесила маркеров. На самом деле, первый раз я так развешиваю маркеры. Но я прям решила отметить строго все петли, чтобы, знаете, потом не пересчитывать 10 раз. Не перевязывать, не ошибаться. Я равномерно распределила прибавки. Мне здесь нужно прибавить 18 петель. И вот тут 18 маркеров. И вот один маркер, который обозначает у меня ровно середину вязания. Это будут у меня прибавки спереди, потому что тут будут... Тут будут... Ага, вот. Идти у меня по центру коса. И жгуты будут сбоку еще идти. То есть, если спинка лицевой гладью, то, соответственно, там нужно меньше петель, да, чем если вяжутся какие-то жгуты и ораны. Поэтому здесь я рассчитала. И, в общем-то, планирую в ближайшее время продолжить активно вязать. Уже перешла даже на спицы того размера, которые мне нужны. И еще покажу. То есть, это я планирую, ну, если хотя бы не закончить в ноябре месяце, то, по крайней мере, до Нового года точно закончить. И вот, навязала образцов. Это будет у меня шапка. Лицевую гладью просто для ребенка. Детская шапочка. Я связала образец в две нити. В одну нить. И, в общем, буду стирать. Буду еще и обзор делать на эту пряжу, потому что пряжа для меня новая. Будем с вами знакомиться с пряжей. Значит, это у меня Газал Бэби Альпака. А здесь у нас 45% мериносовая шерсть Fine Super Wash. 55% Бэби Альпака. Вот. Буду знакомиться с этой пряжей. Расскажу, конечно же, и вам свои какие-то впечатления, эмоции. Ну, а на сегодня, в принципе, это все. Ну, вот как ложится в этой пряже, например, вот коса. Мне нравится. В принципе, ничего так выглядит все это. И единственное, что вязать, немножко ниточка плохо скручена. И крючком бы я не стала точно вязать из этой пряжи, скажем так. Все. Это мои успехи, скажем так, за октябрь месяц. Я с вами поделилась. И уже можно активно эксплуатировать все вещи, потому что игрушками ребенок играется. Эти корзинки тоже у меня в активной эксплуатации. И хочется, чтобы они выглядели, да, еще презентабельно, пока я вам их буду показывать. Вот. Я на этом буду заканчивать. Друзья, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Напишите комментарии. Мне всегда это очень приятно. А сейчас всем пока. До новых встреч.